Написал Сергей Козлов. Нарисовал Сергей Ёлкин. Гном. В жаркий день в лесу глухом гном сидел под лопухом, как слоны издалека шли по небу облака. Лес шумел, комар звенел, гном от солнца разомлел и уснул. Приснилось гному, будто он в халате дома. Принял ванну и теперь ждет кого-то. Тихо дверь скрипнула, и на пороге появились носороги. Здравствуй, молвил носорог. Вот примерь-ка этот рог. С этим рогом, с этим рогом, мигом станешь носорогом. Мы. Но тут на шее шарф, размотав, вошел жираф. Гном, голубчик. Вам бы шею, вам бы шею подлиннее. Вы. Но втиснулась горилла, и жирафа оттиснила. Отняла красивый шарф. Голым выскочил жираф. Здравствуй, карлик дорогой. Что ж ты маленький такой? Стала спрашивать горилла, не заметив крокодила. Почему не волосатый? Отчего лица лопатой? Разве настоящий гном станет жить под лопухом? Отвечай. Но крокодил, ам, гориллу проглотил. Ты не бойся их, горилл, прокартавил крокодил. Поплывем великим нилом, станешь главным крокодилом. Ты да я. Но вполз удар и закашлял. Кхе-кхе-кхе-кхе. Лучше быть больным удавом, чем страшилищем картавым. Кто? Куда? Зачем? Откуда? Гном в окно и на верблюда. После ванны как сидел, так в халате полетел. По пути верблюд в осу превратился. Очутился без халата гном в лесу. Он сидит, соображает, ничего не понимает. Шевелит губами гном. В это время в небе гром как... Бабахнул! И тогда понял гном не без труда, Что не стал он крокодилом, Что сидит в лесу любимом. Хорошо в лесу родном. Ай да я! Подумал гном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...